Салтан всегда здоров, Салтан на всё готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем из ковров. Вольшая загадка для исследователей творчества Высоцкого. Вам когда-нибудь доводилось нам встречаться? Знаете, не получилось. Я в последний раз, когда он пил страшно в Париже в июле с Мишкой, а я остался у этой семьи Шемякиных, Рива и его жена, и дочь Доротея, дочерь тогда была, я не знаю, и меня положили, я только перебрался в Париж тогда, и они меня положили в комнате этой Доротеи, там, среди каких-то, была такая панк вся девка, всяких там иголок, всякой херни, манекенов, и я слышу ночью какой-то крик, вопли какие-то, вернулся папа с Высоцким, пришла Дорка и говорит мне, слушай, ты не выходи, потому что если он увидит, что ты тут начинал, он будет думать хер знает что, и вообще-то, Эдуард, лучше сиди тут, он сюда никогда не заходит, типа, у них там было шесть комнат, это напротив Лувра было, и вот я таким образом, я слышал, потом все стихло, а утром я ушел, ну даже не особенно скрываясь, я чуть чай пил в этом, на кухне, но они там где-то валялись, все это пьянство. А песни Высоцкого, какие-то вам блестки? Когда я был молодым человеком в Харькове, таким гуляющим, убегал от тещи, взяв туфли, там, пока на другой комнате, что-то я так выходил, у меня был приятель Гена Кончаренко, папа его был какой-то КГБшник, там, что-то такое, ну, богатый, и мы постоянно ездили бухать в зоопарк, в зоопарк, там рядом тигры рычали, а там был такой деревянный, красивый, сейчас и тут же такого нет нигде, там никого не было, мы перелазили через забор почему-то, хотя можно было бы, и садились туда, нам все, нас там знали, принесли яичницу, водку, твой сон, и вот, а там тигры рычали, что было всегда очень приятно, рядом тигры, чувствуешь себя как будто в какой-то экзотипе, и вот мы тогда пели песни Высоцкого, вот эту, идут по Украине солдаты группы «Центр», на первый, второй рассчитай, да я вот помню, это несколько песен было, которые нам нравились. в рай попадет вслед за тобой, первый, второй, первый, второй, первый, второй.